здравствуйте друзья и соратники буквально недавно я рассказывал о торговых рядах погреба которых были найдены в туле осенью 2017 года и вот сегодня эта тема получила свое продолжение на крестово-сближинской площади при прокладке труб ливневой канализации рабочие наткнулись на человеческие останки на место прибыли полиция археологи также это событие получило широкую огласку в тульских средствах массовой информации различными экспертами выдвигались разные версии от подмыва грунта талой водой старинного кладбища и до чумного захоронения 17 века предлагаю вашему вниманию свое расследование этого вопроса прежде чем приступить к обзору места раскопок хочу показать его на карте города и уточнить некоторые моменты это место называется крестово-сближинская площадь бывшая площадь челюскинцев на восток от места раскопок располагается тульский кремль к югу белый дом со всеми возможными администрациями место раскопок находится буквально в 50 метрах от места обнаружения погребов старых торговых рядов о которых я говорил в начале к сожалению все найденные погреба закопали обратно на месте обнаружения человеческих останков работает группа липецких археологов которая нам хорошо известно все по тем же торговым рядам руководитель группа алексей объяснил суть происходящего рабочие занимаются прокладкой ливневой канализации и обустройством территории и захоронение было обнаружено именно во время этих работ так что вопрос о промыве грунта отпадает сразу и бесповоротно по словам алексея найденные захоронения являются частью кладбища 17 века кладка красного кирпича по его словам это крыша склепа попробуем разобраться с этой версией белый камень это фундамент крестовоздвиженской церкви снесенный в 1933 году здесь стоит обратить внимание на то что по отношению к раскопу фундамент церкви был как бы развернут и в том месте где должен быть угол ныне пустое место так как этот угол просто сломали при раскопках сейчас туда складывают грунт из самого захоронения при детальной очистке так вот линия где проходил фундамент четко видна и все захоронения сделаны строго вдоль нее то есть хранили прямо у стен церкви следующий момент свод склепа из красного кирпича он находится не так далеко от церкви и сразу поверх свода лежат гробы как мы знаем склеп могли себе позволить только богатые люди и как правило они покупали землю вокруг склепа но тут мы видим захоронение прямо поверх склепа что уже странно если эти умершие часть семьи владеющих склепом почему их не похоронили в нем не вместились все их было слишком много или это посторонние люди но тогда почему их похоронили так близко прямо поверх самого склепа то есть вероятность того что это был именно склеп очень низка послам алексея внизу еще много чего предстоит откопать и найти но уже имеющиеся находки поражают возвращаясь к теме кладбище если мы обратимся к старым картам то увидим что на этом месте кладбище никогда не было зато что мы видим обозначение торговых рядов карта 1891 года церковь обозначена а кладбище нет всесвятское кладбище например обозначено а вот этого нету 1741 год обозначена крестовоздвиженская церковь и гостиный двор а кладбище тогда где было или традиция строить торговый центр на старых кладбищах видимо была уже тогда да возможно вы скажете что при каждой церкви было кладбище но как мы знаем по указу екатерины второй в черте города близ церквей запрещалось производить захоронение из-за эпидемии чумы которая якобы бушевала в москве в 1771 году собственно по этому указу в туле и были организованы всесхвятское спасское и чулковское кладбище то есть чумные захоронения также исключаются как минимум по этой причине более того согласно официальной истории в туле чумы вообще никогда не было была холера но не чума вообще эта тема с чумой и холерой настолько мутная что она заслуживает отдельного разбирательства кстати как вы видите археологи работают без средств индивидуальной защиты так что вероятность любого инфекционного захоронения близка к нулю и так это не старое кладбище с чумными захоронениями которая открылась из-за подмыва грунта водой с этим все ясно тогда возникает вопрос а что же это такое и вот тут обращаем внимание на детали в них вся суть вот съемка с места раскопок от 2 апреля растиражированная тульскими сми а вот моя съемка на следующий день как видим верхний слой останков уже убран все кости сложены в мешки и мешки подписаны по словам алексея они сложили останки уже более 40 человек сверху лежали детские гробы ниже лежат гробы взрослых с ними сейчас работают археологи по их словам эти слои гробов уходят еще ниже и так ограниченная территория большое количество тел в гробах и найдены кости вне гробов предположительно кости крупных животных все тела лежат ногами на север по поводу гробов это ствол дерева выдолблены изнутри предположительно дуб так как самый стойкий к гниению и именно на предположении что эти гробы из дуба и было выдвинуто утверждение что это кладбище 17 века но повторюсь это место кладбищем никогда не было по крайней мере никакой кладбищенской атрибутики я там не увидел ни остатков оград ни памятников ни надгробных плит или чего-то на них похожего только грунт и мелкие камни известняка и еще собственно сама известка но обо всем по порядку на маленькой территории находится большое количество погребений гробы сложены штабелями друг на друга в несколько слоев из снятого первого слоя уже набрано более 40 скелетов при этом на данный момент глубина от поверхности до гробов около трех метров повторюсь уже снят один слой гробов далее мы видим с одного края очень много извести при том сами археологи говорят что это была засыпка в целях недопущения инфекций хоть и напрочь отрицают чумную версию происхождения данных погребений на отвалах грунта вынутого из ямы я заметил очень много известий в перемешку с землей можно смело сказать что все гробы сверху были засыпаны известкой по глубине захоронения можно сделать однозначный вывод что это недавние захоронения не старше 200 лет степень разложения древесины это подтверждает если вы обратили внимание на слой пожара 1834 года то заметили что погребение находится на одном уровне с ним про этот слой пожара алексей нам рассказывает все в том же фильме про погреба и вот на этом уровне лежат гробы разве кто-то скажет что мертвых оставили на улице просто засыпали и звездкой а потом благодаря лошадям нарос культурный слой пусть клоуны против мифов это объяснят и еще я производил замеры уровня радиации конечно у меня не экспертный прибор и он не зарегистрирован в органах метрологии это бытовой дозиметр который дает лишь общее представление об уровне радиации но даже этого общего представления достаточно чтобы понять что уровень радиоактивного излучения в яме выше чем на поверхности 17 18 микрозивертов против 10 11 на поверхности все в пределах нормы но в захоронениях фон чуть выше ну да то есть они останутся здесь или ими мы его и мы понимаем так это останки музей ну музей как как представить что музей вы зато музей а вот у нас гробы лежит мы должны разделить есть сам гроб как конструкция деревянные есть человеческие останки сам групп использовать повторно уже но они вот сейчас они в плохой сохранении быть никто не очень разваливаться а гробы сейчас вот завтра к нам например приезжают дендрохронологи из москвы которые будут избирать образцы из гробов часть гробов согласился за эти муниципальные музеи истории теперь города тула никто снегропы не занимается вот вообще сохранить гроб но ускорить вот такой большой деревянные какая-то штука это сложная драгословище все гробы естественно не имеет смысл они часто очень очень плохо сократится друг это вот одна история программе вторая история про антропологии антропологии мы по методике наши мы должны перед тем как перезахоронить а мы не будем делать потому что то есть когда мы раскапываем какие что-то древние да то есть там то до понятия христианской территории обычно все это сохраняется в фондах специальных хранилищем токологически потому что это древнее это интересно все антропологи к этому возвращаются это относительно недавно то есть мы можем это исследовать перезахоронить но перед тем как мы перезахороним должны определить пол возраст патологии потому что даже вот то что мы сейчас видим дату 40 гробов детей мы сняли сейчас с ними взрослых если мы статистические выпуски посмотрим у нас будет пяти смертности какая детская смертность сколько там и средней это положительной жизни это все очень интересно он тем более для для города тула 18 века на вот городское население в условиях бурного промышленного роста мы можем предположить наверное должны были быть сравнить это с другими коллекциями как так все вот как другие города как в другое время это интересно какие-то специфики каких-то заболеваний то что но здесь понятно это мирное время это город если мы копаем например на блок от работы с материалами валуйской крепости 17 века и там очень много то с пробитыми головами с травмами боевыми и когда мы смотрим пол возрастной состав и вот по таким даже вещам как бы они они очень много говорят вот поэтому и все это информация забираем потом все эти останки совместно с русско-православной церкви был как-то наложить контакт и перезахоронить ясно понятно алексей я правильно понял что ты ты сейчас остались гробы взрослых а детские лежали сверху да детские лежали сверху просто потому что для детей не не копали отдельную могилу а захоронили там родственникам а сколько всего гробов уже больше 40 уже больше 40 ясно спасибо огромное спасибо алексей и так что мы имеем сухом остатке не нужно иметь семипяди во лбу чтобы понять что сухом остатке мы имеем братскую могилу людей и возможно крупных животных а возможно и людей без гробов и захоронение это было сделано в девятнадцатом веке возникает вопрос если это захоронение массовое то почему в гробах здесь как раз все просто те кто побогаче хранили в гробах те кто победнее клали рядом прямо так явными фактами которые бросаются в глаза высокая плотность погребений на маленьком участке у стены церкви гробы сложен в несколько ярусов и погребение засыпано известкой но если это не чума тогда что это вряд ли холера так как эпидемии холеры также подпадали под противочумный указ екатерины второй и умерших от холеры также хранили за городом а вот что это за люди и почему они погребены и здесь и все вместе и почему среди них так много детей ответ на эти вопросы вы найдете посмотрев фильм о событиях в туле в 1830 году это по нынешней хронологии за всем не прощаюсь будем вместе следить за развитием событий если будут новости то вы о них узнаете благодарю за внимание всего вам доброго